Девушки отдыхают Мамочка, все будет хорошо, я обещаю Да, надеюсь, мне повезет и это там не будет Ну что, до вечера? До вечера Давай, счастливо Спасибо 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 Так, украшения на место положила В детстве не учили чужие вещи, не братья? Спокойно, я просто примерила Ей-то уже все равно Ей-то может быть и все равно А вот мне нет И пока в этом доме хозяйка, я ясна Вот именно Пока что Да нужны мне вообще эти цацки Твой отец мне новые купит Очень в этом сомневаюсь Я сделаю все, чтобы этого не произошло Ясно? Семенович, ты что, как медный таз съедешь? Трезвый? Дохни Трезвый Чем наговаривать на ветерана большого спорта Лучше посмотри, кого я тебе привел Привет, чемпион Юрка Ну, это же Юрка Пошелся, чертенка Ну, давай, давай, рассказывай, как она В смысле, жизнь, как? Да, да, все вроде по-старому Лиссарант тот же Ну, Маша, выросла, конечно В институт поступила На педагогический Да, нет, ну ты сам-то как, сам Мы ведь с тобой лет десять Одиннадцать с половиной Одиннадцать с половиной, Юра Где тебя мотало? А где меня только не мотало Польша, Германия, туда-сюда Вот Корни пустил в Швейцарии Да ты что? Дело пошло Теперь вот Нашел тему здесь Думаю, ложится капитально Дело стоящее, слушай Не женился, нет? Семьей обзавелся или бабыли он? Нет, не срослось Ни семьи, ни детей Есть только племянник, Слава Нет, хороший малый Отучился в Лондон университете Так что будем здесь Бизнес затевать Ну а ты-то сам как? Не женился второй раз? Не женился второй раз? Я понимаю, конечно, второй такой как Лора Просто не найти Да, не найти Знаешь, я встретил одну женщину Но она, конечно, не Лора Но мне с ней хорошо Машка только бесится А вот этому, что здесь надо? А это кто? Конкурент Ресторатор, то есть Сетевик Сетевик Не иначе, как в своем ресторане Кушать, брезгнуть Да нет, похоже, он сюда не обедать пришел День добрый Добрый Меня зовут Константин Назаров Андреев А это мой помощник Сергей Трофимов Не уделите нам немного времени У меня к вам, Михаил Олегович Деловое предложение Пожалуйста Присаживайтесь Ну я тогда Это мой друг Можно говорить при нем Угу А Да Я слушаю Интересуюсь вашим рестораном Угу Я в курсе, что дела у вас тут идут в последнее время не очень хорошо Пока этот ресторан вас окончательно не разорил Я готов у вас его купить Хм Ну впечатляет Хм А какой вам от этого толк, если, как вы говорите, дела мои не самым лучшим образом? Ресторан удачно расположен Из него можно сделать модное, раскрученное место Но для этого нужен опыт, которого у вас нет Я должен вас огорчить У этого ресторана есть то, что нет ни у одного из ваших конвейеров У него есть душа У него есть индивидуальность, а это, как известно, не продается Если это не приносит прибыль, это ничего не стоит Ну, я не буду дискутировать с вами на эту тему Этот ресторан не продается Но даже если бы он продавался, то вы, в этой очереди, были бы последним покупателем Похоже, нам пора А если передумаете, а точнее, когда передумаете, позвоните по этому телефону Пап, привет, ты уже в ресторане? Да Я тоже здесь Ну, прекрасно Что ты хотела? Мне нужно с тобой поговорить О чем точка? По поводу Елены Она опять берет мамины украшения Это мамины вещи Сколько раз можно повторять, чтобы она этого не сделала Маш, я не могу сейчас говорить Занят Давай дома переговорим Так, хорошо Я поняла Давай, Линдочка, кушай Она мне из-за Лены весь мозг вынесла Да эти драгоценности Ну, наверняка Лена их из любопытства примерила А Маша увидела Ну и Да Я смотрю дела тут у тебя не алло Значит, время помочь другу Так вот То, что я сейчас здесь мучу Мишка, это просто холондайк Разбогатеть можно прям, прям как с куста Я готов взять тебя в партнеры Свое я уже вложил И через три месяца Вы, ну, не меньше, чем пять раз Ты меня понимаешь? Машуля, ну что случилось опять у вас? Папа, все, мое терпение закончилось Сколько можно раз повторять этой блондинке, не брать мамину украшение? Маша, ну, Лен, ну… Миша, я уезжаю, я тебя очень люблю, но я больше не могу так жить Лен, ну куда ты уезжаешь? Что за глупости, Маша? Да ты что, не понимаешь что ли, что она блефует? Она никуда не уедет, она просто в очередной раз тобой манипулирует, пойми Маша, помолчи, помолчи Когда ты уймешь свой эгоизм и дашь мне жизнь спокойно, Маша? Спокойно? Да, спокойно Да, пожалуйста, пап, пожалуйста Живи вот с этой блондинкой Только бабочка, я ухожу по-настоящему, а не так, как она Ну, Маша, ну куда ты? Ну и оставайся, пожалуйста, с ней, если она тебе так дорога Маша, Машуля Мне нужен этот ресторан, во что бы то ни стало Я найду какой-нибудь способ Любой способ, не стесняйся в средствах Вот и получается, что она для него дороже Мне прям бесит это По-моему, ты нагнетаешь Он вдовствует, двенадцать лет Ты хочешь, чтоб он до конца жизни один хотел? Я не против женщин в принципе Я против конкретно этой, которая его использует и сосёт из него деньги Все это понимают, все Все понимают, а он не понимает Ладно, какие планы дальше? Расслабиться хочу Составишь компанию? Составишь Ну, не переживай ты из-за Машки Все будет хорошо, она перебесится и вернется домой Она поймет, что ты тоже имеешь право на свое личное счастье М? Угу Она смирится Все поймет, вернется домой Да? Да Да Подожди минутку, я сейчас Да, сейчас Добрый вечер, друзья! Угощайтесь! Упс! Добрый вечер, друзья! Угощайтесь! Стелла! Да? К тебе или ко мне? Сегодня каждый к тебе. Смотри, что у меня творится. Мне сегодня некогда. На днях позвоню. Ой! Простите! Кис-кис. Ну что, котёнок, может угостить тебя коктейльчиком? Правда, не молочным? Давай. Что ж ты не пьёшь? Невкусно. Может, хочешь витаминку счастья? Нет. Я пойду. Ой. Аккуратнее, аккуратнее. Спасибо. Давай я тебя провожу. И подержу. Ты что ты делаешь? Тихо ты. Тихо ты. Не трыгайся, урода. С тобой всё нормально? Да-да, дядь, всё хорошо. У меня просто подружка перебрала немножко. Мы сами справимся. Я не к тебе обращаюсь. Шобот отсюда! Денис! Ну, где тебя, Нуся? Так это, я кусал. Покушал? Ну. А теперь убери его отсюда, и чтоб я его больше не видел. Понял. А ты идём со мной. Ну чё? Ванна там. Можешь пока привести себя в порядок. А я вызову тебе такси. Куда ехать? Мась, не можешь уснуть? Пойдём со мной. Я помогу тебе отвлечься. Иди, я сейчас приду. Обещаешь? Что? Сейчас приду. Вы извините, что я. Спасибо вам, но я пойду. Нет. В таком виде ты никуда не уедешь. Садись. Посиди, отдохни. А я пока поработаю. Придёшь в себя, вызову тебе машину. Вот так вот. Хорошо. Спасибо. Вот так. Отдыхай. Секундочку. Вы извините, я там… Вы кто? Вот мое удостоверение. Так. Фамилия моя Гнатенко. Зовут меня Лев Маркович. Я по делу об избиении гражданина Ярасова. Что вы можете сказать по обстоятельствам данного происшествия? Обстоятельства? Завидная оперативность. Стараемся. Этот подонок пытался изнасиловать девушку. К сожалению, вы сейчас не сможете взять показания у неё. А, девушка, вы… Хотите конфету? Понятно. Вы знаете, отец Ярасов настроен очень серьёзно. Хочет возбудить против вас уголовные дела. Это его право. Но на его месте я бы занялся перевоспитанием сына. То есть перевоспитанием? Угу. Ну да, здорово. Ну, будьте здоровы. Будьте здоровы. То есть я хотел сказать, будьте готовы к тому, что мы встретимся ещё раз. Всегда готов, гражданин следователь. До новых встреч, друзья. Продолжение следует... ЗВОНОК В ДВЕРЬ Извините, что я тут уснула. Сколько время? Начало шестого. Спасибо. Родные-то, наверное, волнуются. Нехорошо. Хорошо. Такси дожидаться не будем. Я сам отвезу тебя. Так будет надежней. Что ты хочешь сказать? Наверное, я должна вам сказать спасибо. Это необязательно. Но тебе стоит быть осмотрительнее. Вчерашняя ситуация могла плохо для тебя закончиться. Хотя, если ты ищешь себе приключений… Нет, такие приключения меня не интересуют. Просто… Просто вчера был очень неудачный день. Вот и все. Ну, будем надеяться, сегодняшний день будет удачней. Вот мой дом. Понял. Я провожу тебя до квартиры. Каждое дело нужно доводить до конца. Маша. 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 Привет. Маша, ты в порядке? Да, все хорошо, пап. Познакомься. Вот это Константин Назаров. Здрасьте. Мы знакомы. Иди, Маша. Маша. Ты вот такими методами хочешь добиться своего, да? Во-первых, мы с вами на брудершафт не пили и на «ты» не переходили. А во-вторых, не надо… Послушай меня. Ты. Маша. Подожди меня на кухне. Я сейчас. Ага. Во-первых, если я узнаю, что ты ее хоть пальцем тронул, я тебя из-под земли достану. И во-вторых, никогда не появляйся возле этого дома. Никогда. Пап, ну я не понимаю, ну почему ты так на него накинулся, а? Ведь то, что он хочет купить твой ресторан, это просто какое-то совпадение. Не твой ресторан, а наш. Ты же знаешь, что половина твоя. Спасибо. Ну хорошо, хорошо. Ну я погорячился. Но ресторана он все равно не получит. Знаешь, когда я его создал, у меня вообще ничего не было. Угу. Этот ресторан доказывает, что я на что-то еще способен в этой жизни. А потом мама название придумала. Угу. А когда ее не стало, он просто помог нам выжить. Кстати, сегодня вечером в нашем ресторане ужин с моим старым другом. Угу. Ну чего тебя не было на лекции? Загуляла? Ну да, типа того. Слушай, Анька, а ты знаешь, кто такой Назаров? Назаров — ресторатор. Угу. А с чего такой интерес? Да я с ним прошло и ночь провела. Что? С Назаровым? Все было сломано. Я надеюсь, потому что аккуратнее. Говорят, он бабник. Андреева, я сегодня не имела удовольствия видеть вас на своей лекции. Быть может, на это есть уважительная причина? Но если подобное повторится, не ждите поблажек у меня на экзамене. Всего доброго. Семенович, привет. Машенька, привет. Очень хорошо выпидешь. Спасибо. Опаздываю. Ну ничего страшного. Как дела? А? Да все хорошо. Ага. Ты же обещал, что на работе Нине. Вот отец узнает — уволит. Без выходного пособия. Ну ладно, ладно, я не пил. Просто случайно получилось. Стресс у меня, понимаешь? Стресс. Ну это последний раз, честное слово. Кстати, батя твой. Большого сердца человек. Он меня не уволит. Почему? Потому что мы с ним вместе тренировались. И не один год. А это дорогого стоит. Вот так, да. Моя дочь. Маша. Боже мой, как выросла. Красавица какая. Прям вылитая мать. Здравствуйте. Узнаешь? Узнаешь дядю Юру? А, да. Машенька, боже мой. Какая же ты стала красавица. Прям вылитая лора. О, кстати, познакомься. Познакомься. Это Слава, мой племянник. Специально приехал из Англии, чтобы познакомиться с тобой. Очень приятно. И теперь я понимаю, что это единственное правильное решение. Прошу. Спасибо. Уфтс моканс адар эжот я. Это на каком наречии сейчас было? Нет, ну что вы, это никакое не наречие, это фраза перевертыш. Наоборот, туда-сюда. Деркальное взаимоотражение. Так оригинально. Эх, Славка, как же я тебе завидую. Дядя. Ну, за любовь. За любовь. Эть. Ты когда приедешь? Скоро. Постараюсь. Дел много. У тебя нет времени на меня, да? Это тебе мама так сказала? Она дома? Уехала за покупками. И что мы тут сидим? Иди делай уроки. И так вечно остаешь из своих болезней. Ольга Петровна, займитесь наконец Сони. Привет. Ими в виду, такой шанс выпадает раз в жизни. И то не всем. Реально колондаек, ну. Я понимаю, я понимаю. Но знаешь, я просто боюсь рисковать такой суммой. Сам понимаешь, надо в ресторан пить, ну, чтоб не прогореть. Да бог с тобой, золотая рыбка. Какой риск? Ты ж меня знаешь, был бы риск хотя бы вот на столечко. Или я вложил бы все свои свободные деньги. А ресторан твой, знаешь, три месяца подождет. Зато потом, потом ты тут вообще Версаль сможешь выстроить. Есть неплохой вариантик. Да только ты имей в виду, они специально этот пакет для тебя держат. Потом продадут. Решать надо. Прости, я на минутку. Прости. Я сейчас дорогая. Ты потакаешь все мои прихоти, и она поэтому симулирует. Потому что хочет, чтобы добрый папочка забрал ее у злой мамаши. Это не симуляция, это психосоматика. Ну да. Когда она со мной, приступов не бывает. Когда я заберу ее к себе, вот увидишь, она полностью выздоровеет. Ты никогда не возьмешь Соню жить к себе. И ты никогда не получишь от меня развод. Ты же знаешь, я всегда получаю все, что хочу. Любым способом. Очень красивые часики у вас. Спасибо, спасибо. Каюсь, имею пристрастие к дорогим безделушкам. Конечно, это дурацкий вопрос, но скажите, вы любите мандарины? Они как-то волнуют кровь, возбуждают, да? Ну, вы меня понимаете? Кстати говоря, к вашим очаровательным урожам изумительно подошел бы гранат. Я считаю, что Миша просто обязан баловать вас такими безделушками. Ну, к сожалению, для Миши это не пустяки. Но это можно очень легко исправить. Да, да. Сейчас все зависит только от него. Вот я гляжу на вас, вижу, что вы женщина мудрая. Помогите вы моему другу принять правильное решение. А как ты научился так переворачивать фразу? Я ума не приложу. Дело в том, что когда я был совсем маленький и только-только узнавал новые слова, я сразу в голове слышал, как они будут звучать наоборот. Сначала это были слова, потом фразы и предложения. Анагарейта хорос апексио. А это что? По-гречески. Только не помню, что. Миш, Миш, это же, это же Липецк 85-го. А? Помнишь, как я тебя врезал? Да, уделал меня тогда. Никогда не забудешь. Да, погоди. А, я… Четыре, шесть. Я очарован вашим обаянием и шахром. Барси, позвони мне, чтобы у меня он там отпечатал. Если что, звони, вот. Откуда он у тебя? Я не знаю, был в кармане. Смотри, нашли тут. День-день. Звони в колокольчик, я помню. А, ну все, ну еще наговоритесь. Машечка. До свидания. До свидания. Ладно, все, поехали, поехали. Не люблю я долгих расставаний. Пока. Пока. До завтра. Пошли, дочь. Ты ведь меня никогда не бросишь. Не брошу. Ты ведь со мной не только потому, что тебе за это платят. Нет, конечно. Я так не хочу, чтоб ты уезжала. Сонь, ну… Ну я же ненадолго. Ты понимаешь, у меня мама старенькая, нужно ее проведать. Но я скоро вернусь. А твое лекарство, чтоб всегда было у тебя под рукой, мы доверим ему. Вот, он будет его охранять. Держи. Мась, я не хочу. Слушай, я не хочу, потому что у тебя от меня секреты. Ну какие секреты? Ну что ты говоришь, Лена? А ты что целый вечер там со своим другом шушукался, а она на меня никакого внимания не обращала? Послушай, ну это же бизнес. Ну зачем тебе влезать в это? Это совсем не интересно. Слушай, давай ты расскажи мне, а я сама решу, интересно мне или нет. Это… Ну Ле, ну Ле… Масик. Ну хорошо. Юрка предлагает вложить триста тысяч долларов в акции одной высокотехнологичной компании. Ну, по прогнозам специалистов, как он говорит, эти акции быстро вырастут в цене, и через три месяца мы сможем получить полтора миллиона долларов. Он говорит. Долларов? Ну да, долларов, не рублей же. Масик, когда мы их покупаем? Лен, ну ты что, я не решил, это очень рискованно, я не могу вложить все свои деньги. В каком сомнительном… Да что там думать, ты с ума сошел? Ты хочешь, чтоб тебя кто-то опередил? Ты только представь, ты только представь себе на секундочку, как бы это решило все наши финансовые проблемы. Смотри, эту квартиру мы оставляем Машке и себе покупаем совершенно новую. Покупаем новую машину и уезжаем в путешествие на полгода. Ты моя хорошая. Ну? Спасибо. Ну, с Богом. Ну, с Богом. С Богом. Так. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Ну, как твой вчерашний семейный ужин? Ты знаешь, гораздо интереснее, чем я себе предполагала. Меня весь вечер развлекал один очень-очень интересный парень. У тебя что, не ночка так строчь? А вот и он. По твою душу? Угу. Нормально. Привет. Привет. А, знакомьтесь, это Аня. Это здравствуйте. Очень приятно. Очень рад. Но нам, к сожалению, пора. Ну, поехали. Да? До свидания. Давай. Пока, пока. Счастливо. Ну, что, повеселимся? Да, Юра. Ну, ты где? Уже еду. Ну, что ж, блестящий, я тебя встречу. Нас люди ждут. Хорошо. А, есть. А, есть. А теперь в синий. Подожди, с закрытыми глазами. Я сам не знаю, как это получилось. Эта лошадка для тебя. Спасибо. Мама! Маша, Бааааа! Все в день! Мама! 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 Сволочь! Отдай! Отдай! Погнали! Что с ним? Что с ним? Какой? Уже как тут? Какой кошмар, а? Вот бандиты. Алло, служба спасения? Давай, семейное фото. А ты знаешь, что они не размножаются в неволе? Давай. У-ху! Телефон? У кого? У меня. Ладно. Ему еще рано телефон. Да. Какой-то незнакомый номер. Алло. Моя туча Михаила Андреева? Да. Вас беспокоит и седьмой горбольница. А вашего отца доставили с серьезными травмами. Вам лучше поторопиться. Эй, эй! Маша, вот. Маша. Что случилось? Папа в больнице. У пациента пограничное состояние. Тяжелейшая черепно-мозговая травма без операции шансов нет. Ну так сделайте вы эту операцию уже. Подобная сложнейшая операция с последующей поддерживающей терапией и медикаментами стоит девяносто тысяч долларов. А-а-а! К сожалению, в последнее время такие операции стали платными, можно и бесплатно, но ждать долго, очень долго, а времени у нас нет. Я попробую на эти деньги. Я бы хотел поговорить с родственниками Андреева. Вы не возражаете? Да. Пожалуйста. Значит, моя фамилия Игнатенко, зовут меня Лев Маркович. Я буду вести следствие по делу о нападении на гражданина Андреева. О нападении? Я не понимаю. Вы дочь Андреева? Да. Тогда понятно. Видите ли, на вашего отца было совершено нападение с целью ограбления или убийства? Ну, это я очень быстро выяснил. Успокойтесь. В связи с этим вопрос. Когда и при каких обстоятельствах вы последний раз видели своего отца? Вы знаете, мне кажется, это была я. Да. Я сегодня утром его провожала на работу и… Нет. На очень важную встречу. При нем должно было быть очень много денег. Такая солидная сумма денег. В кейсе. А вы кто? Или вы невеста? Невеста. Понятно. Угу. А, видите ли, при Андрееве были найдены только документы. Никакого кейса там не было. Ах, мамочки. Так. Понятно. Вот мой телефон. Если появится какая-нибудь информация, срочно мне позвоните. Хорошо. А если у меня что-то будет, я вас сам найду. Обязательно. Мы теперь будем часто встречаться. Присаживайтесь. Спасибо. Я услышал о несчастье с вашим отцом и очень сожалею. Я с ним знаком. Поэтому делаю для вас исключение, отступив от правил. Спасибо вам большое. Значит, я могу забрать деньги? Благодарить, увы, не за что. Ваш отец сегодня утром подписал документ о прекращении аренды своего сейфа. И забрал все деньги. Что же теперь делать? Увы, я ничем не могу помочь. Безумно странная история. Скажи, а у твоего отца есть враги? Ну, может быть, были раньше? Ты знаешь, я до сегодняшнего дня абсолютно была в этом уверена, что нет. Он умеет ладить с людьми. Да? Ну да. Прости, пожалуйста, что никак не могу помочь с деньгами. Просто у меня пока нет ничего своего, а я даже на работу еще не устроился. А у дяди, у него все деньги вложены в какой-то новый проект. Насколько я знаю. Слава, да перестань. Я и так тебе очень благодарна за то, что ты со мной целый день возишься. Да ерунда. Да махнет. Я не знаю, как бы этот день вообще пережила. Ты всегда можешь на меня положиться. Слушай, отвези меня, пожалуйста, домой, а? Мне кажется, я кое-что придумала. Да? Хорошо. Маша. А что вы здесь делаете? Меня Елена впустила. Она сама куда-то уехала. Я вот у тебя ж, ну, ты... Маша, ты... Машечка, дочечка, ну, 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 ну. Ты только... Слышь? Ты давай, держись. Вы тоже. Ты не раскисал, ладно? Ладно? Ну, я-то что? Ну, ничего, ничего, ничего. Мишка, Мишка наш чемпион. Он выдержит. А то он сильный. Сильный. Чем помочь? Да ничем. Маш, ты... ты прости меня, Маш. За что? Потому что я идиот. Да, дядя Юрь, ты что? Идиот. Я вложил все свои свободные средства в это дело. Сейчас бы давно уже оплатил эту операцию. Да перестаньте, мне Слава немножко рассказал про вашу ситуацию. Слава! Слава! Я все понимаю. Я справлюсь. Я правда справлюсь. Матька, я вот смотрю на тебя, ты, ты просто, просто дочь своей матери. Так, вот что, вот что, ты, если вдруг что, ты прям сразу же звонишь мне. Поняла. Да. Звони каждые два часа. Звони мне. Хорошо, я буду звонить, да. Все. Все. Значит, а я пойду, официалью позвоню, официалью позвоню. Доктор, а я, Владису, позвоню. Пусть уже разбирается. Сколько я денег ему заплатил, пусть отрабатывает уже. Извини, я перезвоню. Что-то ты ко мне зачистила. Мне нужны деньги, девяносто тысяч долларов. Ха! А почему не сто? Потому что нужно девяносто. И у меня к вам деловое предложение. Я весь обратился вслух. Одолжите мне, пожалуйста, эту сумму, а через полгода я вам верну все с процентами. Ну, я не благотворительная организация. Не раздаю деньги. И тем более не банк, не даю их под проценты в суду. Ну, конечно, как же я могла быть такой наивной. Ладно, хорошо, тогда так. Я знаю, что вы интересуетесь рестораном моего отца. Дайте мне эти деньги, пожалуйста, под залог половины ресторана, которое принадлежит мне. Если через полгода я вам их не верну, то вы станете полноправным владельцем моей доли. Знаете, Маше, Маше, как бизнесмену мне это не интересно. При том менеджменте, который я видел в вашем ресторане, через полгода он улетит за долги с молотка. И потом, прежде чем распоряжаться акциями, ты у папы-то разрешение спросила? Я не могу спросить разрешения у своего отца. Почему? Да потому что он сейчас находится в реанимации. И он умрет, если ему не сделать операцию, на которой, собственно, и нужны деньги. Да что я вам тут говорю, у вас вон, счет чего в голове. Да послушайте, ну сядьте, пожалуйста, сядьте. Понимаете, этот ресторан, он действительно очень важен для моего отца. И если бы я, не дай бог, оказалась в такой же ситуации, то он бы сделал все, чтобы меня спасти. Только поэтому я вам сейчас предлагаю свою долю. Пожалуйста. Я совершеннолетняя и могу распоряжаться своей собственностью. Пожалуйста. Хорошо. Но я должен иметь доступ ко всей кухне, как в прямом, так и в переносном смысле. Делать то, что я считаю экономически целесообразным. Устанавливать те порядки, которые я сам захочу установить. Согласна? Нет. Извините, мне очень жаль, что я отняла у вас время. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Очень хорошо, что деньги нашлись быстро. Мы выиграли время, и вашего отца сейчас уже готовят к операции. Вы можете подождать, но предупреждаю, операция продлится долго. Подождите, а как деньги нашлись? Откуда? Мы получили платежку, подтверждающую перевод денег сегодня утром. А от кого она? Подпись, Назаров, КВ. Извините, мне пора на операцию. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА А, это вы? Ну что? Ну что, операция прошла успешно, насколько это возможно, Но, учитывая серьёзность ситуации, главное, у нас появилась надежда. А когда я могу с ним поговорить, увидеться? Ну, если ночью не будет осложнений, навестить вы его сможете завтра. А поговорить с ним, боюсь, очень-очень не скоро. Он в состоянии искусственной комы, извините, очень устал. Ясно. Спасибо вам большое. Спасибо. Ой, Машулечка, ты здесь-то и была в больнице, как дела, как папа. Я правда, я надеюсь, что всё будет хорошо, потому что я так переживаю, у меня даже ноги на какое-то время отнялись. Я встать не могла, есть не могла. Я, кстати, из еды ничего не покупала, потому что у нас, ну, совершенно пустой холодильник, и абсолютно нечего есть. А это ведь ты брала украшения. Больше-то некому. Украшения? Украшения. Угу. Машенька, я с того самого раза не видела этих украшений и драгоценностей. Я правда не знаю, где они. Я их не брала. Ну, ну, чем тебе поклясться, чтобы… Только не вздумай клясться отцом. Просто убирайся из дома, и тогда я на тебя не заявлю. Машенька, я, кажется, понятна сказала, что я не знаю, где драгоценности, и я их не брала. Ага. А еще я не собираюсь, видишь ли, убираться из этого дома. И более того, я уверена, что твой отец был бы недоволен, узнай он, что ты выставляешь меня на улицу. Ты мой верный друг. Единственный. Ты мой верный друг. Единственный. Единственный. Привет. Не могу заснуть, не пожелав тебе спокойной ночи. Как ты? Все в порядке. Только устала очень и перенервничала сегодня. Ты моя умница. Умоляю тебя, не падай духом. Твой отец должен гордиться тобой. Жаль. Что жаль? Жаль, что у меня с мамой не было возможности узнать друг друга. Она умерла, когда я только родился. Отца я никогда не видел меня, а растил дядя. Так что я тоже сиротан. Теперь ты понимаешь, почему я не смог оставить тебя одну. Да. Понимаю. Знаешь, говорят иногда, что люди, потерявшие родители, узнают друг друга с первого взгляда. У нас с тобой много общего. Все. Тебе пора отдыхать. Спокойной ночи. Позвони мне завтра, пожалуйста. Угу. Так. Вот здесь? Угу. Здесь дату и подпись. Угу. Угу. И вот тут. Угу. Значит, вы настаиваете на своих условиях и собираетесь здесь все менять? Совершенно верно. А если я не подпишу? Операция ведь уже сделана. Ты подпишешь. Я неплохо разбираюсь в людях. Так. А если ты решишь меня надуть, я употреблю все мое влияние, а оно у меня немалое, чтобы от этого ресторана камня на камне не оставить. Хорошо, но я должна иметь право голоса. Разумеется. Ведь мы же партнеры. Кстати, как бы ты хотела получить остаток денег? Наличными или на счет? Какой остаток? Я не собираюсь спекулировать на ситуации, которая произошла с твоим отцом. Ты получишь пятьдесят процентов суммы, которую я предложил ему за этот ресторан. Разумеется, за вычетом девяносто тысяч. Тогда наличными. Хорошо. Хорошо. А если через полгода я смогу отдать всю сумму вместе с процентами, я получу обратно всю свою собственность? Посмотрим. Все, побегу, Константин Викторович. Если что, обращайтесь. Всегда к вашим услугам. Ваша ручка. Ах да, спасибо. Ну все, всего доброго. До свидания. До свидания. Ну что, за работу? Ресторанное дело — серьезный бизнес. Представлять меня не надо, я как-нибудь сам. Полагаю, все присутствующие понимают, что отныне нам предстоит работать по-новому. Многие из вас будут уволены. Кошмар. Надеюсь, возражений нет. Отчего же. Очень даже есть. Я двадцать лет отработал шеф-поваром и уверен, что мне не нужно доказывать свой профессионализм. Даже в угоду такому ресторанному деятелю, как вы. Всем людям приходится доказывать свой профессионализм. Причем каждый день. А если вы так уверены в себе, то вам не стоит бояться испытательного срока. Так, скорее всего, вы его пройдете? Конечно, пройдешь. Хорошо. Тогда я ухожу. Это ваше право. Что ты, Дима? Не останавливайте меня. Послушайте, я понимаю, что вы преуспевающий и опытный делец, который все просчитывает с точки зрения экономической целесообразности. Но ваши методы антигуманны. Так нельзя поступать с хорошими людьми. Вы это понимаете или нет? Хороший человек — это не профессия. Я привык оценивать моих сотрудников по их деловым качествам. Мария, вы должны понять. У этого ресторана только два пути — сгинуть или процвести. Третьего не дано. Ну, а что касается моих методов, то приготовить омлет нельзя, не разбив яиц. Уж в этой высокой кухне я понимаю. Линда, Линда, Линда. Идите сюда, мои хорошие. Клякса, ну где ты? Линда, беги. На, тихо. Клякся, мы тоже оставляем поесть. Линда, моя хорошая, моя девочка. Вот такую я совершила ошибку, папа. Ну, знаешь, если честно, я даже немножечко рада, что ты мне ничего не можешь ответить. Я представляю, что ты обо всем этом думаешь. Слышишь? Пап, я тебе обещаю, слышишь? Я тебе обещаю, что я не дам ему разрушить все то, что ты создал. Ты поправишься, мы найдем деньги и выкупим нашу часть ресторана. Слышишь меня? У нас все будет хорошо, пап. Я вот только не знаю, что с институтом делать. Может, Академзия? Да и, кстати, по поводу Елены. Да ты не волнуйся, все хорошо, мы с ней не ссоримся, потому что почти не видимся. Академзия, папочка, ты мне очень нужен. Добрый вечер. Добрый. Вы кто? Юдин. Юрий Юдин. Друг семьи Андреева. Понимаете, его дочь Маша, она, она же мне как родная. Так что вы можете считать меня ее опекуном. Так вот, когда я узнал, что Маша оформила свою долю на вас, было уже поздно что-то менять. Но вы поймите, поймите, она же совсем юная и наивная. Она просто не понимает, что творит. К тому же она в шоке из-за отца. Девочка просто не в состоянии, понимаете, принимать серьезные обдуманные решения. И? И. Я думаю, что будет лучше для всех, если я, так сказать, на правах друга семьи буду решать все деловые вопросы за нее. Ну и туда-сюда. Вы понимаете? Это вряд ли. Мария совершеннолетняя девушка и сама способна принимать решения и отвечать за них. Конечно, она может с вами советоваться. Пожалуйста, я не против. Но бизнес вести я буду только с ней. Понятно. Ну, конечно. Вам же надо хапнуть все целиком, да? Поживиться за счет наивной девушки и ее несчастного отца, а? Да. Что я, господи, перед кем я тут бисер мечу? Вот так и кручусь между рестораном и больницей. Тут уж не до учебы. Хорошо, что эту серву не так часто вижу. Зато вот Назарова приходится. Ненавижу его. Попала ты, Мария. Правда, попала. Но ничего, скоро все разрулится. Как там-то новый ухажер? Слава? Да. Ну, он готов быть со мной постоянно. Вот только у меня совсем не до него. Извини. Опять из ресторана. Наверняка в происке этого Назарова. Ладно, ты уж меня там прикрой. Хорошо? Ладно. Пока. Да. Да, я сейчас приеду. Семенович, привет. Привет. Ты опять пьешь? Сегодня можно. В этом ресторане я больше не работаю. В смысле? Уволил меня новый директор. Так что можно и отметить. Так, Семенович, миленький, пожалуйста, не пей больше. Я попробую поговорить с Назаром. Пожалуйста, не пей. Он быстро порядок наведет. Все это Шушеру отсюда выкинет. Тихо, тихо. Знаешь что? Мне только собачек жалко. А что с ними? Да вот этот новый директор вызвал какую-то службу. Они согнали всех собак и на живодерню повезли. Визг стоял, что сердце кровью обливалось. Так, Семенович, пожалуйста, побудь здесь. Не пей. Я вернусь скоро. Девушка, а не подскажете, а где вошли? Нет, не знаю. Костя! О, Стелла! Привет. Стелла, привет. Ты чего здесь? Я соскучилась. Ты чего здесь делаешь? Ну, чего? Слушай, ну и работа у тебя здесь в этой сбегаловке. Непочатый край. Ну да. Угу. Живодер. Что это за сумасшедшая? Познакомься, это мой новый партнер по бизнесу. Да я уже жалею об этом. Потому что мне противно иметь дело с человеком, который отправил на живодерню несчастных собак. Этот ресторан для людей, а не для собак. Да? А мне кажется, что вы не думаете ни о людях, ни о собаках. А только о собственной выгоде. На какую живодерню вы их отправили, а? Извините. Алло. Что? Костя? Да, привет. Стелла, иди. Мне сейчас некогда. Я тебя позвожу. Слушай, у тебя вообще на меня никогда времени не бывает. На что ты вообще его тратишь? Паноптикум какой-то. Слав, да не могу я сейчас с тобой разговаривать. Нет, не жди. Уезжай. Да, пока. Где мои собаки? Извините, что пришлось оторвать вас от дел, но мы тоже, видите, так сказать, работаем. Ну, разумеется. Да. Тем более, что речь идет о попытке убийства. С целью ограбления. Моего близкого друга. Так что я постараюсь быть вам полезен. Ну, это понятно. Ну, как вы? В смысле? Ну, как вы встретились с Андреевым за несколько дней до… Да, мы встречались дважды. После многих, многих лет, которые я провел за границей. Ну, это понятно. Ну, что, ничего особенного? Встретились, пообщались туда-сюда. Туда-сюда, да? Туда-сюда — это хорошо. Ну, вот скажите, а Андреев не делился с вами подозрениями? Может, сомнениями какими-нибудь? Нет, ничего такого. Ну, кроме, пожалуй, проблем с его рестораном. Ну, я это и сам понял после визита Назарова. Понятно, Назарова — это который содержит ресторан. Он, он сам. Так вот, Назаров предложил Мише продать ресторан. Но тот, тот отказался наотрез. И как он среагировал? Знаете, по-моему, он был спешен. Да. Это понятно. Он явно не из тех, кто привык к отказам. Так, это понятно. Ну, что ж, спасибо. Не смею, так сказать, вас больше задерживать. Ну, если что, вдруг, то мы с вами, так сказать, туда-сюда и… Разумеется, разумеется. И я надеюсь, что отморозки эти получат по заслугам. Ну да. Всего хорошего. Стоп. А почему, собственно говоря, во множестве в этом числе? Видите ли, Миша был блестящим спортсменом. Так что, чтоб с ним справиться, понадобился бой гораздо больше, чем один человек. Знакомься. Жан Лука, наш новый шеф-повар. Бонжорно, сеньорита. По-русски почти не говорит. Но зато готовит виртуозно. Угу. Кстати, ты уже обедала? Нет. Извините. Скуза. Послушайте, а не слишком ли много вы на себя берете? Вообще-то, я как-никак имею право голоса. А вы не можете увольнять людей, которые здесь проработали в течение нескольких лет, и назначать новых за полчаса. Вам это понятно или нет? Ясно. А я считаю, что могу. И более того, обязан. И знаешь почему? Потому что мне известно, как лучше для дела. А тебе — нет. Вычитывай с твоей дули прибыли. Да, пожалуйста. Окей, окей, окей. Все. Слушай, давай устроим кулинарный поединок между русским побром и итальянцем. Победит сильнейший. Сейчас я должен отъехать по делу, но мы к этой теме еще вернемся. У-у-у-у. У-у-у. У-у-у. Папа, папа. Привет. Родная моя, ну как ты? Нормально. Как ты? Какая идиллия. Просто наслаждение за вами наблюдать. Сонечка, выйди, пожалуйста, на меня. Минутку, нам с папой надо поговорить. Соня, иди одевайся. Ладно. Ты привез деньги? Конечно. Я же знал, куда еду. Видишь ли, со следующего месяца расходы возрастут. Няня хочет прибавки. Я думаю, это ты хочешь прибавки. Угу. Послушай, Ира. Угу. Давай уже, наконец, разведемся. Я заберу Соню, а ты будешь обеспечена до конца своей долгой и свободной от меня жизни. А зачем? Меня так все устраивает. Я не мешаю твоей свободе, ты моей тоже не мешаешь. Пока не мешаешь. Но ничто не вечно. Так что мое предложение остается в силе. Поверь, наш развод будет счастливее нашего брака. Не вынуждай меня на методы, которые тебе не понравятся. Вот только не надо меня запугивать. Бери Соню, но ненадолго. Когда она возвращается от тебя, она совершенно несносна. Знакомьтесь, это Соня. Здрасте. Она будет зрителем, как и все. А судить будем мы с тобой. Но ни ты, ни я не должны знать, где чье творение. Надеюсь, возражений нет. Молчание — знак согласия. Соня. На правах Кости выбери блюдо для соревнований. Может быть, тирамису? Молчание? Молчание. Может быть? Спасибо. В последнее время — Теремисол? Теремисол! Опа! Хорошо! Ну что, что будет? Ну, кто же. Ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Смотри, запоминай дочь, а потом дома приготовишь. Муах! 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 Ну, что скажешь? Ну, первый вариант мне понравился больше. Соглашусь. Первый — изысканнее и нежнее. Да? Ма! 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 Посмотри-ка, а, справился. Ма! 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 У меня немало мест, где его пристроить. О, я уже опаздываю. Присмотри, пожалуйста, за Соней, пока я не вернусь. КОНЕЦ Давай вместе. Вкусно, да? Ага. Знаешь, ты очень хорошо играешь. Я даже вспомнила, как когда-то эту мелодию играла со своей мамой. А где сейчас ваша мама? Мамы больше нет, она умерла. Много-много лет тому назад. Жалко. И я сейчас по ней очень сильно скучаю. Конечно, не так, как раньше. Но все равно. Давай с тобой на «ты». Давайте. Ой, давай. А я очень скучаю по папе. Я бы вообще хотела жить с ним. Он такой классный, веселый. Да уж. Папа, ты уже? Привет! Ну что, поехали развлекаться? Да, все, финита с делами на сегодня. Я готов к веселью. А можно Маша с нами поедет? Нет, Сонечка, у меня очень много дел, я с вами поехать не могу. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Это ненадолго. Даже папа отложил свои дела. Ну? Куда для начала? К собачкам, конечно. А вы, ты любишь собак? Люблю. Ну, тогда поехали. Рад вас видеть снова здесь. Как поживают наши новенькие? Освоились? О, еще как. Замечательно. Ты сейчас сами все увидите. Растут вовсю. Так, парна, стой. Сидеть. Сидеть. Опа. Проходите. Проходи, проходи. Идите, посмотрите. Мои хорошие. Линдочка, привет. Привет, Линдочка. А где еще один клякса с таким пятном на боку? Так забрали его сегодня утром. Не переживайте, в хорошие руки отдали. Ну что, давай знакомиться. Смотри, вот это боец, вот это весельчак. А это Линда. Какие они все милые. Я бы тоже хотела собаку, только мама против. Говорит то, что от нее у меня усилится астма. У меня, правда, был щенок ненастоящий, но совсем как живой. Его мне папа подарил. Но потом, однажды, он бежал. Ну, давай тогда с ними поиграем, а потом, если захочешь, поедем еще куда-нибудь, а? Боец. Такие хорошие. Спасибо, спасибо, спасибо. Песня. Опа! Догоняй! Годи! Годи! Кто-то кричит! Пойдёмте! Вы очень добрый папа. Стараюсь. У девочки в жизни не так много праздников. Поэтому каждую нашу встречу я устраиваю ей маленькие каникулы. Ну, обычно я, разумеется, живодёр. Ну, насчёт живодёра я погорячилась, извините, просто не знала. Угу. Мама Сони, вы не живёте вместе? Извините, если я задаю лишние вопросы, просто интересно. С мамой Сони мы не живём уже давно. Ну, и разводиться она тоже не хочет. Соня ей не нужна. Ну, и мне её отдавать она тоже не собирается. Наверное, надо было бы мою жену убить. Шутка. Ну, и шуточки у вас. Знаешь, если серьёзно, я очень волнуюсь за Соню. Она растёт болезненным ребёнком. А, кстати, по поводу астмы. Вы не заметили, что когда она играла с собаками, никакого обострения не было? Было всё в порядке? Угу. Спасибо тебе. Мы провели хороший день. Мне понравилось. Мне тоже. Мне тоже. Ведь мы ещё увидимся, да? Подслушивала, да? А что мне прикажете сделать? Денег нет, а расходов у них нет. Маша? Привет. А мы с дядей вот решили тебя навестить. И уже два часа мы слушаем жалобы. Мы едва знакомы, а она… Представляешь? А где ты была так долго? У меня просто очень много дел в ресторане и вот задержалась. Маша, ну где ты ходишь, Маша? Здравствуйте. У неё были дела в ресторане. Да погоди ты. Ты хочешь, чтобы у меня сердце разорвалось? Нет. Нет, ты хочешь, чтобы у меня сердце разорвалось. Ты мне как дочь родная. И пока Миша в больнице, полную ответственность за тебя несу я. И я. А ты где ты ходишь? Так иди, принеси мне телефон пальто. Ага. В шкафу. Мигом. Вон, Славка моего совсем забыла. А он не ест, не пьёт. Даже во сне он такой, Маша, 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 Маша. Да ну… Да правда, правда. Понимаю, просто у меня очень много дел в ресторане. У нас презентация нового меню и действительно не хватает времени. Не понимаю. Вот ещё одна головная боль. Тоже мне продалась в добровольное рабство Назарову. А нужно было со мной посоветоваться, прежде чем отписывать свою долю. Всякому… Дядя Юр, вы прекрасно знаете, что у меня не было другого варианта. Знаешь, я всё знаю. Ну, погоди. Я всё знаю. Но ты имей в виду, Назаров этот, он человек циничный, крайне циничный. Да. Он всё просчитывает. Каждый шаг. Он не сделает ни единого вздоха без собственной выгоды. Ты хотя бы это понимаешь? Да. Понимаю. Ну? Я ночью надеялась, что ты заскучишь. А потом решила не ждать милости от природы и приехала сама. Сделай двойной эспрессо. Ты устал? Ты всю ночь работал. Слушай, ну нельзя столько работать. Нужно и отдыхать. А давай съездим на море вместе? Да. Надо свозить Соню к морю. Соню? Кто такая Соня? Моя дочь. Я не знала, что у тебя есть дочь. Ну, ты знаешь, я, конечно, не большая фанатка детей. Но ради тебя я готова сделать исключение. Ну, можем взять её с собой. А кто тебе сказал, что я собираюсь вас знакомить? Абонент по времену не доступен. Оставьте твоё сообщение после сигнала. А, куда ты пропала? Перезвони мне. Проходи. Спасибо. Куда ты меня привёл? Что за обещанный сюрприз? Это и есть сюрприз. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы же с тобой теперь партнёры. Ты должна узнать обо мне больше. Так вот это место, с которого всё началось. Это первый ресторан, который я открыл. А потом передал его в надёжные руки. Кстати, вот и они. Давненько не виделись, Костя. Привет. Ой, родной мой. Привет. 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 Здорово. Добрый вечер. Добрый. Это Маша. Прошу, любите жалобы. Прекрасно. Анна. Очень приятно. Виктор. А по отчеству как? По отчеству у нас не в ходу. Вот так. Хорошо. Как бизнес? Нас кормят, да и посетители довольно. Хотелось бы тоже подкормиться. Ну, нет вопросов. Иди сюда. Значит так. Погорячее, похолоднее. А, впрочем, все фирменные блюда, они серые. По старой традиции я приготовлю сам. Давай быстрее. Спасибо. 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 Вообще, у нас такой семейный, тихий ресторанчик. Обстановка замечательная, как сами видите. О, десерт. Встречайте. Смотри-ка. У, судя по виду и аромату торта, Константин не потерял былого мастерства. Наоборот, отточил. Ну, для того, чтобы в этом убедиться, нужно попробовать. А давайте предоставим это право нашей гости. Прекрасно. Мне кажется, что это просто очевидно и шипно. Да, красота. Да? Есть прям так? Ага, конечно. Смелее, смелее. Ну? Все-таки растерял? А что? Да, Костя. Да я пошутила. Очень вкусно. Посмешусь. Да, правда? Ну, рад вам видеть. Давай, держись. Ага. Ну, до свидания. Приятно было. Спасибо. Взаимно. Взаимно. До свидания. Спасибо. Еда была! Во! Да-да-да, спасибо большое. Счастливо, ребята. Счастливо. До свидания. Как время-то летит, дорогая моя. Смотри. Грибы. Вино. Эти милые люди нам положили вон сколько всего вкусного с собой. Тебе правда они понравились? Да. Я рад. Скажи, а у тебя есть кто-то? В смысле? Ну, что-то серьезное. Нет? А у тебя? Тоже нет. А как же та блондинка? А, Стелла! Это было не серьезно. Что это было? А вот это было серьезно. Посиди в машине. Доброй ночи. Оператор двести восемь четыре. Марина, слушаю вас. Девушка, здравствуйте. У меня тут два колеса пробило. Мне нужен эвакуатор. В данный момент все эвакуаторы на выездах. Ближайший будет шесть часов утра. Придется здесь заночевать. До утра отсюда не выбраться. Только мне... Предлагаю. Выпить на брудершафт, а то я рядом с тобой себя чувствую стариком. Перейдем на «ты». Давай. Как две свечи горели, с ума сходили, и мы рассвет с тобой не торопили. Мы так хотели, чтоб это было навсегда. Но дни за днями пролетели, мы потеряли, что имели и что хотели. Стой. Слушай, я прекрасно понимаю, что сейчас должно произойти, но давай не будем торопиться быть. Твое желание, как и нежелание, для меня закон. Маша. Расскажи мне о себе. Доброе утро. Доброе. Ваш утренний кофе, Алиса. Спасибо. А откуда такая роскошь? Просто не спалось, решил прогуляться. Поблизости оказалась бенто-заправка. Горячий. Это вам. Спасибо большое. Букет из осенних листьев. Красивый. Горячий. Ты совсем забыл обо мне? Привет. Привет. Я не видел тебя целую вечность. Ночью пытался дозвониться, но ты была недоступна. Я очень волновался. И ты знаешь, всю ночь мне смыкал глаз. И вот приехал сюда. Я понимаю, что я не вправе требовать от тебя никаких отчетов и прочее, и прочее. Но, Маша, за эту ночь я понял, как сильно я тебя люблю. Я понял, что не могу без тебя. По-настоящему понял. Слав, Слав, послушай, ты, ты мой друг. Настоящий, верный, преданный. Я тебя не хочу обманывать. Маша. Ну, пойми, я люблю другого человека. Прости. Если это твой Назаров, то… Маша, ну ты же его вообще не знаешь. Ты должна понимать, что он, он использует людей, и он будет использовать тебя, и все. Маша, ну ты не знаешь его, я знаю. Знаю, что это лживый, беспринципный человек, который… Его ничего не интересует, кроме его собственной выгоды, понимаешь? Он обойдется с тобой вот так, так! Да-да! И кому, что ему больше ничего не интересно! Да-да! Я, я эту ночь думал о тебе. Только о тебе. Отдавь меня, боговый. Оставь! Я, это, к примеру잇. И я скажу, лишь свою девушку, наконец-то. С�урe масштабно will dabake и выбрать. Аșейн, cứ так! Shenки мат完кал.. Он nesse ночь. А вот society. Они не думают chasing тебя. Просто задача от globe explain. В красивый.. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...